Новогодние рождественские праздники под особым контролем огнеборцев. Накануне в окружной столице в режиме видеоконференции рассмотрели вопросы обеспечения пожарной безопасности в период зимних каникул. Заседание окружной комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности провел глава профильного департамента Владимир Власов. На видеосвязь с главной студией вышли все муниципалитеты. О своей готовности доложили и лабытнанские спасатели. До самой волшебной ночи в году остается 6 дней. Совсем скоро под бой курантов и громкие залпы салютов мы встретим новый 2018 год. Безусловно, для большинства детей и взрослых это самый долгожданный праздник. Ожидают его, правда, с некой настороженностью и ямальские спасатели. Ежегодно в период зимних каникул они регистрируют до 28 пожаров. В целях профилактики происшествий огнеборцы ведут адресную профилактическую работу с населением. А также предпринимателями, которые реализуют пиротехнику. Есть сигнал о том, что есть не сертифицированная продукция, но пока что мы такую не выявили. Но впереди еще у нас есть точки, которые надо обследовать. Поэтому надеюсь, что мы не найдем ничего такого запрещенного. На сегодняшний день пока что все сертифицировано, все нормально. И надеюсь, что праздники у нас пройдут без эксцесса. Валериан Редикюльцев председатель Салихарского совета сторонников партии «Единая Россия». В Лабытнанге в гости из окружной столицы пожаловал с рабочим визитом. Проверить в хлопушке петарды-салюты на знак качества. Торговый павильон с говорящим названием «Фейерверки» работает без малого неделю. Владелец Игорь Терентьев свой взрывной бизнес называет сезонно. На прилавке порядка сотни наименований пиротехнической продукции с первого по третьей классы. Главное требование к такому товару – инструкция по эксплуатации на русском языке, ну и, конечно, сертификаты качества. Указывает подлинность, конечно, важно. Материал исследован, где-то проведено в лабораторном исследовании, поэтому нужно обязательно. В случае, если покупатель попросит у вас сертификат, подтверждающий качество вашей продукции, предоставите? Обязательно предоставим. Обязательно. Они все хранятся в магазине, по первым требованиям предоставляем. В ходе проверки рабочая группа убедилась, что продукция сертифицирована, хранится на витринах и на достаточном расстоянии от отопительных приборов. Целостность красочных упаковок не нарушена. Проверка торговых объектов и реализующих пиротехнику будет продолжена. В Лабутнангах официальная продажа праздничной продукции разрешена еще в одном магазине – торговом центре «Таежный». Однако на очереди потенциальные уличные торговцы. Охота на их товар начнется уже на этой неделе. А вот для обеспечения безопасности проведения уже самих праздников окружная комиссия по чрезвычайным ситуациям предложила глава муниципалитетов усилить профилактические меры соблюдения требований пожарной безопасности на всех объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий с участием детей. Светлана Кель, Эдуард Сахаров, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова